Всем привет, друзья! В Роблокс каблоки вышло обново, связанное с промышленностью. Добавили вот такие вот оружейные стойки, вот такие вот прекрасные аквариумы, в которых плавают рыбки. И много чего интересного. То есть тут верстаки есть много разных новых станков. И я вам сейчас про всё расскажу полностью, как я делаю в своих видео. Начнём со станков. Станки используются для более улучшенного производства. То есть здесь я произвожу сталь. Зачем нам нужны эти все вещи? Они нужны нам, чтобы делать вот эти вот гирбокс. И которые мы можем продавать механику за 30 тысяч. Да-да-да, здесь появился механик. И давайте я вам сейчас его быстренько. Вот он. Он у нас скупает всякие разные вещи. У меня есть медь. Не продавать ни в коем случае медь, потому что она очень нужна. Дальше есть болты. И есть вот такой вот гирбокс, о котором я вам говорил. Он стоит 30 тысяч. И это очень хорошая стоимость. В других продавцах ничего не появилось. И давайте я вернусь. Итак, а теперь подробнее о станках. У нас имеется вот такой вот пур. Это самый первый станок, который вам надо скрафтить. И у вас на острове появляется один остров с ресурсами. Вот это медь. Её ни в коем случае нельзя ломать. Иначе вы просто застрянете и ничего не сможете сделать. Вам надо поставить бур ровно посередине, чтобы вот так было. И запитать его с помощью угольного тотема. Давайте возьмём конвейеры. Так, не левые конвейеры. Обычные конвейеры. И возьмём угольный тотем. Да. Ставим сюда угольный тотем. Ставим сюда конвейер. И одного достаточно. Теперь, что будет делать этот бур. Давайте я его сейчас заправлю быстренько. Он начнёт бурить. И бум. У нас тут вылетела одна медная руда. Но, чтобы это более лучше автоматизировать, вы можете поставить сюда конвейер. Дальше взять свой смелтер. Поставить его прямо-таки сюда. И поставить сюда один угольный тотем. Теперь смелтер будет автоматически переплавлять медь, которая будет отсюда идти. И поставлять её в систему хранения. Вы можете сделать такую же. Она очень хорошо и эффективна. И да. Как можете заметить, всё работает вот так. Следующая вещь, которая используется для медного производства, это медный пресс. Для него нужны формы. Я вам сейчас покажу, где их достать. И с помощью можно сделать медные прутья, медные болты и медные пластины. Так что вот так. Он ломается всего с двух ударов. Бур ломается с большого количества ударов. И медный центр тоже ломается из большого количества ударов. А теперь я вам расскажу, как построить систему по добыче нефти. Я её... ой, по добыче стали. Я её построю прямо тут. Нам нужен сталелитейный завод. Он выглядит вот так. Немного компактный. И сюда нам надо поставить конвейер. Зачем? Чтобы запитать его. Я люблю делать просто вот так. И, как можете заметить, уже пошло производство. Затем, что вам надо сделать, это поставить смелтер. И поставить сюда один угольный тотем и один железный тотем. Я вам не советую делать намного больше. Потому что это... В этом просто нет особого смысла. И сюда надо поставить сундук. Теперь у нас будет автоматически добываться сталь. Давайте я сейчас заправлю наш тотем. Ой, наш смелтер. Он делает наше железо. Ну давайте я просто ускорю весь процесс. Сюда мы закидываем железо. Нам надо очень долго ждать. И мы получим нашу с вами сталь. Почти сталь готова. И бум. У нас появился один стальной слиток. У меня сейчас в инвентаре их очень много. Опять же, надо сюда написать стил. Да, у меня очень много, кстати, прутьев. И у меня 262 стальных слитка. Зачем же нужны эти слитки, вы скажете? Во-первых, вы из них делаете, конечно же, стальные прутья. Без них никуда. Без них вы не можете просто-напросто делать все разные там сундуки, разные смелтеры. Вот тут даже тут требуется это. Для чего мы их можем использовать? Тут не написано. Да, тут этого нет. Что вам надо сделать? Это пойти в наковальню. И тут вы можете делать стальные прутья. Они делаются из 25 стали. Сейчас это, конечно, не очень удобно. Я это не буду делать. У меня их и так много. Но что самое интересное, это вот эти вот формы. Формы, они очень дорогие. Самая начальная форма стоит 1000 стали. У меня такого количества стали нет. Дальше у нас есть форма для листов и форма для прутьев. Теперь для чего можно использовать эти самые формы? У нас есть вот такой вот медный пресс. Дальше есть еще стальной пресс, но он стоит офигеть как много. Как можете заметить, он работает так же, как фуд-процессор. Сюда надо вставить вот сюда вот нашу форму. И он будет делать эти с вами наши объекты, которые мы хотим сделать. Если сейчас мы будем что-то закидывать, давайте, например, медь. Пишем copper. Вот, copper ingot. Кидаем. И ничего не происходит. Да. Нам нужны формы. И давайте я вам сейчас покажу крафт всех этих ресурсов. Всех этих наших с вами автоматических ферм. Медный пресс делается из 500 меди и 5 стальных прутьев. Это не такой уж и дорогой крафт, я скажу. Следующий это бур. Вот бур вам нужен. По любасу. Он стоит из одного кристаллического железа. Я, кстати, делал АФК-ферму кристаллического железа. У меня есть видеоролик, вы можете посмотреть на канале. Он стоит дальше из одной синей шестеренки и 8 стальных прутьев. Тоже средний крафт. Следующий это у нас стальной пресс. Тут у нас нужны вот эти вот пластины. Я вам, кстати, говорил, что пластина это самый дорогой крафт. 100 таких штук. И 250 прутьев. И 25 стальных прутьев. Это один из самых дорогих крафтов здесь. И сталелитейный завод. Он стоит из 100 железа и 50 золота. Дешевый крафт. Но как-то так. Теперь начальным игрокам точно надо будет его крафтить. Точно надо будет страдать. И вот такой вот у меня вариант. Если вы хотите, чтобы я снял видео, как построить крутую автоферму стали. Крутую автоферму меди. То обязательно напишите мне. Дальше, если вдруг вы сломали вот этот вот блок. Я обязательно сниму видео. Потому что тут есть решение. Оказывается, я у разработчиков спросил. И они мне написали то, что... Да, его можно вернуть. Но как... Я вам расскажу, конечно же. А поэтому как-то так. Большое вам спасибо за просмотр. Я вам сейчас прочитаю весь наш чейнджлог. Добавили нашу с вами медную руду, сталь, бур, сталелитейный завод, стальной пресс, медный пресс. Дальше добавили формы, сталь, медные болты. Дальше вот эти вот стальные и медные болты, листы и прутья. Дальше тот самый гирбокс. У него сейчас нет применения, его только продавать. Дальше стальные прутья требуют сталь. Вместо того, что мы просто даем железо и уголь, механик. Теперь золото спаунится намного быстрее. Я так не думаю. Оружейная стойка, аквариум. И добавили новый декор, который выбивается с особым шансом. Я его не выбил. И поэтому как-то так. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Потому что это видео потребовало очень большого количества сил. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok